МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас на нашем канале про пчеловодство. Меня зовут Пашка. И сегодняшняя тема видео, как обычно, интересная. Я сегодня расскажу, как я делаю рамки. В принципе, я уже это показал. Это заготовки на боковушке с помощью вот этого белоруса. Я его называю, в принципе, обычно циркулярка белорус. Свои покупки сейчас покажу, немножко расскажу. И давайте начнем с самого начала. В принципе, как сделать, к примеру, на вот таком станке такие заготовки. Как весь процесс заключается в чем? Что мы берем обычную сороколку, распускаем кусками. Первое идет 29. Потом идет у нас, вот обратите внимание, мы все разбили по мешкам. Вот здесь у нас идет 230-я рамка. Вот, видите, вот так. И вот здесь идет 145-я рамка. Получается, почему так? Почему такая разбежность? Почему я не делаю сразу все, например, хопа, там и 300-я, к примеру, 230-я. А все просто. Берется, вот, например, там 3-4-метровая сороколка, и получается мы ее режем. Вот здесь два сучка есть, да, а вот здесь может быть поменьше. Здесь получается 230-я. Раз вырезал. Здесь у нас, например, 300-я. А тут, хопа, такие, знаете, какие-то кусочки. Вот здесь 145-я, как положено, подходит. Начинается все, что мы подготавливаем, вот такие бруски, и потом их начинаем распускать на одинаковые речки. В основном толщина у меня идет 1 сантиметр, да. Вот. Режем просто на циркулярке, и потом вгоняем в размер. Боковушка. Боковушка у меня 36 или 35, в зависимости, как у меня настроение. Ну, почему 36-35? Вообще по стандарту должно быть 37, но когда налипает прополис, то немножко вот это, знаете, зазор увеличивается. Здесь у нас 25-24, это уже тоже как получится. Сильно на миллиметре, в принципе, я не обращаю внимания. То первый заход мы режем сороколку на сантиметр толщиной, и второй заход мы каждую рейку пропускаем на 35. Действительности немножко так долго, ну, если, как сказать, делать это все в определенное время, да, потому что вот сегодня, конечно, я уже... Это я должен был сделать уже давно, но так получается, что никак не мог успеть. Дальше. На вот эту циркулярочку у нас ставится фреза. Вот. С этой стороны покажи снизу. Это не из дорогих фрез. Я взял какую-то самую такую, знаете, дешевенькую. Широна захвата 12 миллиметров, но получается, что она как раз может пробивать, да, вот нас. Видите, как раз она забирает полностью нашу рейку. Как бы нормально. Дальше мы ставим здесь опорную доску. Здесь мы, получается, ставим рейку и пытаемся, чтобы фреза была полностью закрыта. Потому что, ну, вы сами понимаете, это такой высокооборотный механизм, который, по сути, как бы вам сказать, очень, в принципе, опасен. И таким образом я делаю обычные заготовки на рейке. Ну, сегодня, да, сегодня мы немножко поднапряглись. Я не помню, здесь что-то 150 или немножко 130. Тех 160 должно быть, а вот этих я даже не знаю сколько. Ну, немножко нажужился. Так, пришли мне, друзья, леточки. Заказывал в магазин. Вот, получается, на Nucleus заказал. Это у нас, получается, на пчелу выход. Здесь вентиляция. Это, получается, изолятор матки. Когда матка облетелась, оставим на такое, чтобы матка не выходила. Ну, оно, я вам скажу, сильно не поможет. Ну, возможно. И взял вот такие литки. Обычные. Брал специально для камыша. Вот, иди так сюда. Вообще, хочу переходить на вот такой тип литка. Почему такой тип литка? Потому что, видите, здесь есть такая вентиляционная штучечка. Точнее, закрывачечка. И когда мы ее ставим, это на зимний период. Солнце сюда попадает и не выманивает пчел с улья. Но на улье из камыша, вот это, как бы, штучка, видите, немножко рвет камыш. И не совсем удобно. Здесь, видите, есть прилетка, леточек. Получается, что он должен работать вот таким образом. Но так как у нас вот здесь тридцатка, я не могу выше ее накрутить. То, вот видите, немножко цепляет. Немножко неудобно. Будем ставить вот такие листочки. Вот так. Ну, по стандартам. Так, друзья. И заказали кормушечки. Турецкая кормушка, в принципе, вроде на один литр. Сейчас будем тоже ставить, ну, подкармливать сиропчиком. Отводки. Вот те отводки, которые я делал на одну рамку. Нет у нас погоды. Посмотрим, семьи, где какие-то были деления, разделения. Там семьями более-менее как-то пошло. Да, там получается, что есть немножко меда. А то все остальное. Смотрю, что уже начинают голодать. Нужно немножко подкормить, потому что будут проблемы. То вот мы приобрели вот такие кормушечки. Мы взяли их 30 штук. Пока достаточно. А потом посмотрим, если что, прикупим. В принципе, цена на них адекватная на сегодняшнее время. Смотрите, друзья, если брать, вот я сейчас, вот эти лежат. Я сейчас другие покажу. Вот эти ты показывай. Те показывай. Смотрите, друзья, если это получается наружная кормушка. Это у нас внутриулевая. Я, в принципе, больше отдаю предпочтение вот этим кормушкам. Они, получается, у нас наружные. Получается, что мы их можем поставить на... Ну, вы поняли, да? На улей. Вот эта кормушка внутриулевая. Ну, немножко больше, как бы, движений делать нужно с этими. Но намного проще, когда у вас нету какой-то потолоченный, да? Или что-то типа того. Вот такая, друзья, ситуация. Ну, немножко, да? Даже здесь есть какой-то плотик. Ну-ка, смотрите. Да, здесь есть какой-то плотик, друзья. Но получается, что я не знаю, насколько... Ну, будем пробовать, чтобы пчелы в нем не тонули. То, возможно, что будем просто брать вот такие деревяшки и сюда просто бросать. Вот так. Вот такая ситуация. Все, друзья, на этом хочу закончить. Всем всего наилучшего. Всем пока.